всем привет с вами станислав у нас сегодня в нашей студии в гостях александр александр хочет рассказать интересную историю что можно рассказать сейчас германии в земле гессен выборы проходят выборы они завтра начинаются воскресенье будет решаться какая партия придет власти это вероятно александр а вы считаете что что-то политическом мире изменится из-за того что у нас выберу другую партию или останется то партия которая у нас сейчас есть какую бы партию не выбрали в мире ничего не изменится в земле гессен ничего не изменится это мое мнение не деритесь ребята собаки дерутся иногда но они любят друг друга ну так как в политике за политики мы живем уже 22 года будет в марте но по прежнему остались патриотами россии мы болеем за россию с большим уважением относится к владимир владимировичу путину так что дорогие россияне подписчики из россии вот так приехать в эту страну хорошо подумаете ждут ли вас здесь чем вы будете заниматься конечно социально вы будете защищены это не как в россии вот ну а в остальном каждый должен решить для себя трудно сказать хорошо там где нас нет конечно может мой почти 30 лет как уехали из россии вот это большой срок времена сильно изменились в россии все изменилось александр а что вы скажете по поводу учений нато сейчас у границ российской федерации сейчас проходят очень большие со времен холодной войны самые большие учения нато совместно с норвегии и швецией а что я могу поэтому учение учение имеют цель защит границ европейского союза от нападения россии от нападения россии нет такой защиты в мире которая может защитить от нападения россии но проблема в том что россия не собирается ни на кого нападать александр скажите вы припомните вообще в истории такой случай что россия на кого-то нападала нет я такого случая не помню сколько живу на свете мне почти 60 лет вот я только знаю что кто на нашу землю с мечом придет это не я сказал сказал александр невский тот от меча и погибнет пытались уже не буду перечислять его хорошо знаете историю против россии шансов конечно ни у кого нет все это политические игры на самом деле все не так вот но вы сами все знаете эта страна непобедимая непобедима путин же сказал я его спросили кто у кого еще такое мнение он сказал еще что у 160 миллионов человек то есть все так думают но я не исключение мы живем здесь но мы россияне мы россияне и всегда ими останется просто в данный момент мы живем здесь нам это выгодней но мы вообще бывшие ссср овцы мы бывшие ссср овцы леченые гражданство кстати и за это заплатили еще большие деньги по тем временам с человека взяли по 800 рублей вот нас было трое с нас взяли в 8 на 3 2400 рублей мы заплатили которых у нас не были дали нам бумажки с клеенными фотографиями и с этими бумажками мы выехали из россии были всего лишены недвижимости как недвижимость недвижимость были всего лишены все у нас пропало все забрали можно сказать нас ограбили и голые мы выехали из россии но были счастливы что мы выехали ну ну вы же противоречить александр вы говорите что вы гордитесь быть россиянином этом у вас нету вообще российского паспорта вы немец я я не немец во первых по паспорту вы немец по паспорту я немец но это не имеет никакого значения каждый человек должен иметь паспорт даже шариков полиграф полиграфа еще имел паспорт помните такой персонаж трудно сказать мы живем довольно таки неплохо в этой стране мы устроены но я не хочу повторяться мы россияне мы россияне и всегда ими были и будем ань ты сейчас вот это сделала это все тому же огня не было это все там нужно подуть зря ты это сделаешь такой дымоган на этом мы прощаемся с нашими подписчиками будем очень вам благодарны если вы поставите свои лайки чем больше тему и подпишитесь на наш канал оставите комментарий и сегодня в гостях у нас был александр он уже бывал у нас на канале и будет еще ну это александр скажет нам расскажет нам в другом видеоблоге всем привет хорошего здоровья с вами был стас и александр и а и 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